Ну вот это точно настоящая сенсация на Кубке Азии. Сборная Иордании шокировала всех своей победой в полуфинале чемпионата Азии. Вчера иорданцы рубились со сборной Южной Кореи за выход в финал. Сухая и уверенная победа со счетом 2-0 впервые в своей истории вывела Иорданию в финал турнира. Один только сон стоит в три раза дороже, чем весь состав Иордании. Ну и стоит отметить, что победа получилась заслуженной. Два красивых гола во втором тайме решили исход матча. Соперниками иорданцев в финале станет либо Катар, либо Иран, который сыграет уже сегодня. Пишите в комментариях, кто больше достоин финала. Артур Шашиначев перешел в израильский ХПЛ Бершева. Футбольные клубы Кайрат и ХПЛ Бершева достигли договоренности о трансфере 25-летнего нападающего. Контракт подписан до лета 2026 года. Кайрат на продажу Шашиначева заработал 500 тысяч евро. ХПЛ Бершева занимает четвертое место в таблице чемпионата Израиля, отставая от лидера Макаби из Талявива на 7 очков. 25-летний воспитанник Тараза Шашиначев провел в Кайрате всю взрослую карьеру. В структуре алматинского клуба он оказался в 2017 году. За главную команду забил 45 голов в 120 матчах. Становился чемпионом Казахстана 2020 и двукратным обладателем Кубка. За сборную Шашиначев провел 6 матчей и пока не забивал. Байер продолжает беспроигрышную серию. Сегодня команда Алонса обыграла Штутгарт со счетом 3-2 в Кубке Германии и вышла в полуфинал. Леверкузенцы по ходу игры уступали 0-1 и 1-2, но смогли добыть волевую победу, забив на 90-й минуте. Джонатан Та забил головой решающий мяч. Байер провел 30 матчей в этом сезоне и не проиграл ни одного. У команды 16 побед и 4 ничьих в Бундеслиге, 4 победы в Кубке Германии и 6 побед в Лиге Европы. Уже 10 февраля феноменальная статистика может испортиться. Байер будет принимать Баварию, идущую на втором месте с отставанием в 2 очка.